всем привет youtube привет очередной вопрос от моих друзей как вот так делаете обрабатывать что как бы вот такой вид у крючков молоточков обыкновенный тряхтовочный молоточек никак покрытие у него хорошая все это дело полировкой вот немножко он подуставший здесь опять же еще ребята хотят наделать себе крючку так вот так получается что такие красивые крючки чем вы полируете чем шлифуете и точно так же вот покажу вот испортил я напильник был чем шлифовать полировать но напильник все время в работе вот насечки тут есть на нем еще один напильник также испорченный еще один как вы это делаете все очень просто берутся тиск берется шкурка счастья все покажу расскажу и итак продолжим наш небольшой фильм сначала мы естественно используем допустим болгарку отрезаем или зачистные круги до потом мы на болгарке используя вот такие круги вот не быть голословным все это дело покажу ну вот мы видим чистая гладкая поверхность но условно чуть подуставшая сейчас я возьму вот таким вот зачищу и покажу как все это пройти от начала до конца что из этого получится в итоге вот мы берем был это простой обыкновенный круг сейчас ставим вот такой круг вот мы видим металл да поехали дальше ставим такой круг вот он наша деталь и вот он наш следующий круг поехали это и и Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Начиная, допустим, 100, 200, 300, 400 или там 150, 250. То есть есть так называемая пла 100. Следующая шкурка должна быть на 100 единиц выше. То есть, если мы берем, допустим, у нас водка, да, 100. То следующая шкурка должна быть 200. Если берем, следующая должна быть 300. Или, допустим, вот у нас есть 150. Следующая будет 240. Потом 300 дать. 400, там, 500, 600 и так далее. И шлифуем. Ну, я начну с соточки. Берем соточку. Вот сюда на липучечку очень хорошо становится. И пошли к нашему напильнику, которую мы слегка тут подшлифовали. Ну, это специально для того, чтобы, как говорится, показать, о чем речь. Берем, шкурим. Мы видим, что потихонечку, потихонечку перебивается рис. Вот рис начинает перебиваться. И без фанатизма, не торопясь, перебираем риску на соточку. Так, что у нас это получилось. Вот я сейчас использую в качестве подсветки. Дефектую. Смотрю, все ровненько. Задиров нигде нет. Схожу еще раз. Еще разик. Примерно вот это. Вот. И на этом закругляемся. Дальше я шкурочку. Ну, у меня не все так, как говорится, красиво, гладко. Следующее, допустим, я возьму, ну, к примеру, что у меня тут под рукой. 150. Можно было бы 200 брать, но я беру 150. И поехали дальше. И уже немножко дальше захожу. Допустим, миллиметров на 5. Захожу чуть-чуть вот здесь. И опять же перебиваю риску. Это то, что было раньше, но с заходом уже чуть дальше. Вот, как вы видите, снимает это, в общем-то, немножко времени, потому что шкурка сильная, зубастая. Опять же, и машинка вот непростая. Она не просто слив-машинка, еще и эксцентрика, орбитальная. То есть, тут еще мало того, что она крутится, еще и орбитая есть. То есть, эффективность повышается. Что у нас дальше? Дальше у нас, вот они, шкурки. Пойдут и под убитые шкурки. У нас 120 не пойдет. Так, что у нас дальше? 312. Рана. 120. 120. Видите, как шкурка. 500. Ну, ладно. Возьмем новую, свежую. Вот, берем 240. Шкурку. Одну. И вперед. Взяли мы шкуру и ставим. Вот таким макаром, чтобы пылеотводики соответствовали. И берем. Уже 240-й перебиваем тоже. Вот мы видим. Сюда чуть дальше. Залазим чуть дальше. Особо тут усердство родилось в смысле, потому что, как бы, металл легко довольно шлифует и полируется тоже. Ну, вот мы видим однообразности. Довольно-таки красиво. Все, есть. Меняем следующую. Значит, это у нас была шкурочка 240. Следующая будет 320. Так, вот она 320. Ставим ее. Вот, поставили 320. И опять же, чуть дальше заходим. Вот, я где-то там миллиметров на 7, чуть дальше зашел, чем было. Вот, я где-то там. 320. Вот наша шкурочка. Завершили. И видим. Сейчас постараюсь снять. Вот так вот. У нас получается красивая однообразная насечечка. Вот. Дальше 500-ку берем. Вот она у нас 500-ка, шкурка. Дальше будем ей работать. Все то же самое. Заходим чуть дальше. 500-ка. Как мы видим, тем больше шкурки, тем мягче и меньше. Я решил пройти всю деталь. Просто красоты. Опять же, это все тут делать без фанатизма. Всего лишь надо нанести риску. Вот она, наша такая шкурка. Вот, как мы видим, это 500. Ну и так далее. Не буду дальше утруждать. Можно и 600, и 800. Вот дальше у меня есть... Я не убивать шкурку. Есть у меня вот такой скотч-брайт зеленый. Маляры прекрасно знают, что это такое. Я немножко понижу риску, и это будет достаточно. Он тоже эффективно, хорошо работает. Несмотря на то, что он как бы это на тканевой основе. Риска настолько мелкая, она уже просто матовую поверхность показывает нам. Как мы видим, уже поверхность практически начинает потихоньку давать глянец, но она еще как бы матовая. Вообще будет интересней. Дальше мы прощаемся с нашим Рупесом. Берем в руки полировальник. В данном случае тут вариантов несколько. Либо полировать абразивными пастами. Там первый, второй, ну кому на третий номер. То есть первый, второй номер, опять же, я объясняю для всех, для тех, кто не понимает. Вот мы видим шкала абразивности. То, что мы видим здесь, вот, три гранулки, да. А тут одна. То есть практически максимум. Вот это и является первым номером. Второй номер уже будет у нас абразивность. Вот я для себя нывал. Вот номер два. Будет посрединке. Третий номер, абразивность будет справа. Вот. Ну и так далее. Здесь-то у меня был первый номер, вы видите. А со вторым номером флакон вот такой вот. Ну я решил перелить и оставить. С маленькими гораздо приятнее. Значит, можно вот таким образом, а можно полировать другим образом. Я покажу сейчас как. Теперь мы вот на полировалку ставим вот такую вот с липучкой штучку. И здесь фетровый круг. Далее берем пасту для полировки металлов. Вот она у меня древняя придриняя. Вот. Вот шлифовальная мази. Средняя, невысокоабразивная. Еще сделана в Германдской демократической республике. Калмакштадт. Вот. Для шлифования маленьких царапин в лакировке автомобилей. Для полировки лаковых поверхностей, пострадавших от воздействия клея. Пасту нанести полотняной тряпочкой. Лакировку и осторожно растереть. То есть, говорится о том, что если эта и паста начать усердствовать, то можно пафовать до металла. Ну, это, так сказать, пояснение уже от меня. Вот. Я в данном случае пользуюсь вот таким образом. И она себя быстро и очень эффективно оправдывает. Сейчас посмотрим, что это. Вот такая у нас мазь. Здесь вот мы видим такие маленькие вкрапления. Наносится буквально граммулечку. Граммулечку. Вот, ну, чем бы показать. Сейчас я возьму. Вот, крикам. Она такая вот, как, ну, скажем, консистенции масла. Вот. Много не надо. Ну, и пальцы мастерить. Сейчас я покажу. Вот, примерно вот так. Ну, берем, ставим полировальник. К сожалению, у меня помощников нет, а кто бы мог снять. Но сейчас я посмотрю, может, кто-то поможет, чтобы поснимали. Как это все быстро получается. Что же. Вот наш исходный образец. Наш полировальник. Вот она пласт. Я сейчас буду снимать все один, чтобы потом... Есть такие умники мне говорят, что фейки и прочее. Но сами поймите, что я тут могу наснимать. Полировальник начинает полировать. Очень это неудобно. Полировальник пытается вырваться из рук. Но тем не менее. Даже людям понятно, что это не фотошоп и не прочее. Я буду снимать вот так. Вообще, как это делается. Вот, плечик тут легкий. Вот. Ну, скажем так, средний. Даже не максимальный. И он неплохо. Знаете, неплохо все делает. Как вы видите, особо долго я тут с ним не милялся. Ну, вот, что у нас получилось. Естественно, ничего не видно. Сейчас возьмем тряпочку. Возьмем волшебную тряпочку. Вот такую. И вытрем. И посмотрим, что у нас получается. А получается у нас красота. Кое-где, конечно, рисочка осталась. Вот я вижу. Ну, в принципе, для рихтовки и для без покраски уже она подойдет. Сейчас я возьму по скорости немножко. Вот. Не пи***, а вторую включу. И мы еще чуть шлифанем с вами. Подзагладим еще немножко. Собственно, чем дольше полируешь, тем лучше будет окно. Продолжение следует... Ну, вот. Вот второй раз мы прошлись. Уже рисок, как мы видим, прям гораздо веселее стал. Поверхность забрела еще получше. Ну, кому надо идеальных вариантов. Вот такие рисочки, конечно, абразивные еще надо поубирать. Но, в принципе, скажу, уже очень хорошо и красиво. А я повторюсь, кому надо, прям там, чтобы идеально было. Вот сейчас ради интереса. Вот этой полирольки немножко сюда ливануть. И посмотреть, что получится у нас. Тут мне некогда особо выпендриваться. Я вот так пальцем одним. В принципе, можно все наружно. Опять же, для локтока сколько вам надо. Мне, например, этого достаточно для работы. Просто мне звонили, пришлось отвлечься. Так вот, берем и смотрим, что мы тут нашлифовали, что мы тут наполировали. Вполне очень даже ничего не получилось. Сейчас мы идем на улицу, смотрим, что там. Ну, вот такая красота. Прекрасно можно брать и работать. Вот так вот. Или я отвечаю, что все это несложно и недолго. Заняло там минут, ну, может, 15-20. Можно сделать так, чтобы будет зеркало. Какое угодно. Все, я думаю, ответил на вопрос. Все, всем спасибо. Пока-пока. Задавайте вопросы, если смогу. Субтитры сделал DimaTorzok